Итак, подведем месячные итоги по коллекции NFT Entities. Вот мой пост в Телеграме от 1 сентября. Смотрим 43 владельца, 84 NFT, floor price составляет 0,1 эфира, объем торгов 5,8. Давайте прям наглядно сравним, что же поменялось, что было и что стало. То есть сейчас мы видим всего 54 владельца, то есть на 11 больше 84 NFT, сейчас 101. Дальше floor price 0,1 эфира, сейчас 0,3 и объем торгов с 5,8 до 16,2. То есть практически можно сказать в 3 раза увеличился, это крутой показатель. Ну и про floor price стоит отметить, что сейчас он 0,3, но он колеблется где-то от 0,3 до 0,5 в таких расстояниях. То есть потому что мы видим, например, сейчас 0,299, потом 0,3. Если вот эти вот 1, 2, 3, 4 NFT выкупить, то floor price уже сразу станет 0,5 эфира и потом выше. Ну а напомню, начиналось все с цен от 0,001 до 0,009. Но даже если берем вот эту вот нижнюю крайнюю цену 0,009, ну где-то 0,01 берем, да, эфира, это сейчас самое по минимальной цене можно продать в 30 раз с 30 тексов, то есть от вот этой цены. Ну и круче, чем floor price, это еще, конечно же, объем торгов в 16 эфира. Это, ну, мало для коллекции на 10 тысяч NFT, но хороший показатель для коллекции, которые, ну, всего в 100 NFT. Ну и учитывая то, что последние NFT они были добавлены буквально недавно, то есть там, ну, еще неделю назад где-то было 85 NFT, но сейчас вот 101, то есть сейчас еще тоже рынок там формируется, не все работы проданы и так далее. То есть, ну, здесь еще будет рост к минимуму до 20 эфиров, ну и потом выше. Заглянем в раздел activity и увидим, что здесь у нас всего за 30 дней, вот, ну, средняя цена с 30 дней 0,26 эфира, объем торгов 10,49, ну и всего, в общем, 40 продаж за месяц, то есть в день продавалась, ну, примерно одна с лишним NFT. Ну и вот сейчас мы видим тоже последние 15 часов, 0.35, потом 0.2 принятый оффер, дальше 0.35, 0.33, 0.35, 0.15, ну, в общем, в целом где-то 0.3 уровень держится, ну, вот, здесь была работа куплена за один эфир Игрим Рыбаковым Миллиардером. Вот. А также у entities было несколько коллабораций с разными проектами, плюс мы записывали с автором данной коллекции Василием Поповым интервью, тоже можете посмотреть, там раскрывали основные темы по entities вообще про NFT, как и что, вот, поэтому советую к просмотру. Вот, кстати, нашел твиттер Игры Рыбакова и то, где он рассказывает, ну, точнее, он сделал ретвит о том, что, ну, вот, купил за один эфир и выставил за 100 эфиров свою NFT. Ну, и сейчас тот, кто купит эту NFT, получит пожизненное менторство от миллиардера Игры Рыбакова. Ну, понятно, что Рыбаков, ну, во-первых, он в твиттере не особо, да, популярный, у него в основном аудитория в ВКонтакте или в Инстаграме, но стоит, на самом деле, в данную коллекцию зайти к какому-нибудь одному из топовых коллекционеров, именно NFT коллекционеров. Например, кому-то вроде уровня Прэнкси, 150 тысяч фолловеров, галочек в твиттере. Либо же, скажем, Мэти, DCL-блогер, это YouTube-блогер, скажем, запишет видео по коллекции Entities, ну, и остальные там, Бенни, Джимми, ну, и другие. И, в общем, стоит какому-то топовому коллекционеру, которому, ну, там, хотя бы от 10 тысяч плюс фолловеров обратить внимание на коллекцию Entities, и все мы, ну, то есть он выкупит в легкую floor price вот этот по 0,3 эфира и, скажем, ну, дойдет до одного эфира. И, пожалуйста, как только следующее, какая-то NFT кем-то будет выставлена за лот, ну, в 0,3-0,5 эфиров, он ее будет выкупать, и, ну, как бы люди смекнут, оставшиеся владельцы, и тут же все выставят от одного плюс эфира. То есть это просто вопрос времени и, ну, весь вопрос в том, когда это произойдет, когда один, второй, третий топовый коллекционеры это заметят и начнут покупать NFT. Вот, и как раз появилась новость по Entities, ее уже тоже анонсировал, про NFT-книгу. Вот здесь по фильтру Recently Created, недавно созданную, можно найти ее. Вот она, стоимость составляет 500 эфиров. Это NFT-книга о персонажах Entities. Со звуком. Вот так вот выглядит на таком пьедестале. А цена на данную NFT составляет, как мы видим, 500 эфира, либо же 1,5 миллиона долларов. То есть такая достаточно внушительная сумма. Ну и, как написано в описании дропа, автор отдает все юридические права на издание данной книги и использует ее в качестве основы для создания фильма, мультфильма, либо же какой-то игры. Ну и также это хороший маркетинговый ход, когда в книге уже есть история в качестве NFT-коллекции персонажей, и в книге они оживают. То есть, ну, если мы берем, например, коллекцию, скажем, Boneheads, у них тоже там была такая фишка, что они создают на основе своей NFT-коллекции. По-моему, комикс или мультик, что-то тоже такое, мультсериал может быть. Но здесь суть в том, что всего 101 NFT, то есть около 101 персонажа, и, соответственно, каждый, ну, либо практически каждый сможет попасть как раз в эту книгу. И вы там сможете себя найти, как только она выйдет, и посмотрим, что же там. Ну и немного про саму книгу. В ней раскрывается сюжет войны, война между светлыми и темными сущностями. И те сущности, которые попали в книгу, играют там главные роли, становятся раритетными NFT-шками из данной коллекции. Ну и сама коллекция уже приобрела с этой книгой, ну, и будет приобретать более весомый эффект и статус. Ну, если мы вот берем стоимость ее в 500 эфиров, то есть, ну, должны стоить как минимум в будущем от одного эфира и выше. Ну и выше-выше, прям много выше, да. Каждое NFT, ну, раз сама книга стоит 500 эфиров. Поэтому я буду также наблюдать в дальнейшем за этим проектом, как он будет развиваться. Тоже буду приводить, ну, факты по флор-прайсу, по изменению количества оунеров, владельцев данной коллекции. Видно, что автор Василий Папов не стоит на месте и все время что-то придумывает и заметен в NFT различных движухах, коллаборациях с Игорем Рыбаковым. У него там была тоже, ну, такая, не коллаборация, но продал, как бы распиарился так немного тоже. То есть, это все начало на самом деле. Вот, ну и в октябре месяце запланирована офлайн-выставка его работ в Москве, а также официальная презентация NFT-книги будет. Ну и стоит отметить, что такая NFT-книга, ну, именно вот книга, которая представлена в NFT-формате, причем с элементами NFT, которые есть в этой книге, то есть они тоже отдельно выставлены. Это одна из первых, если не самая первая, которая выставляется в NFT, и уже, ну, поэтому она как минимум этим цена. То есть, такой необычный тоже ход использования NFT. Вот, так что буду продолжать следить за проектом. Ну, и мне больше всего нравится то, что все-таки маленький supply, здесь 101 NFT, к ней придумана книга. То есть, это не 10 тысяч все-таки NFT, PPP Profile Pictures, да, которые, да, их много, да, у них цена тоже может быть очень высокая, но здесь ограниченные supply, если я повторюсь, какой-нибудь один, два, три крупных коллекционера заметят, все тут же floor prize летит до небес, и, ну, коллекция станет такой раритетной, культовой, и слава, успех и так далее. Поэтому, ну, у меня одна есть минимум NFT, поэтому я тоже заинтересован в том, чтобы этот проект развивался. Все, надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой твиттер, 4600, почти скоро 5000 фолловеров, и до новых встреч!